Так, Леночка, у меня к тебе есть ряд вопросов. Расскажи мне, пожалуйста, зачем ты пришла учиться? Зачем пришла учиться? Узнать себя, раскрыть себя. Знала с детства, что во мне есть дар. Знала с детства, что существуют высшие силы, всегда в них верила. И всегда знала, что у меня есть ангелы-хранители, которым частенько в детстве, ну, знала, что они меня оберегают, просила о помощи их. И где-то после 33 лет стала ощущать, ну, знаки видеть. При этом стала слушать свой голос, интуицию и стала видеть знаки, замечать. И мне стало это интересно. Стала искать себя, потому что знала, что мой путь, ну, в чем-то другом. Не просто жить, не просто работать, не просто, ну, быть мамой, женой. А что-то, наверное, свыше, вот оно. Довольно больше, да? Да, да. Почему именно меня выбрала в роли учителя? Что именно ты во мне такого нашла интересного? Ну, куча же преподавателей разных. Оль, да, просто знаешь, вот вообще увидела из там 88 человек твою фотографию, как-то внутри какой-то был отклик, что ли, вот как-то вот, блин, ну, мое, да, и все. И вот это сразу внутри сработала, знаешь, как галочка, сигнал, что ли, блин, ну, вот не могу понять. До меня это до сих пор знакомо уже почти что год, знаешь, и до сих пор для меня это загадка. Ну, все случайности не случайны, да, и люди, в моей жизни, кстати, люди в последнее время приходят не случайно. Скажи мне, пожалуйста, ты до этого училась на регрессолога, и мы с тобой там познакомились. Скажи мне, ты когда пошла ко мне учиться, ты поняла, что реально практически мало информации у тебя было без знания того, которое даю я? Да, информации, ну, даже, знаешь, я бы так сказала бы, я бы всем бы сначала дала совет, ну, пройти твое обучение, а потом регрессолога. Ну, я благодарна, что, знаешь, как, вообще о регрессологии я же не знала, ну, и шли знаки. Знаю, там, то книжку, то, получается, где-то на сайте, то кто-то из знакомых рассказал о регрессологии, вот так вот, стала узнавать, стала читать, мне стало интересно. И, знаешь, благодаря этому, то, что я пришла на это обучение, мы там с тобой познакомились, но хочу посоветовать всем, что пройдя два вот этих обучения, сначала бы я посоветовала прийти к тебе на обучение, а регрессология, она потом уже будет как сопутствующая. Там по-другому ты, потом по-другому, на другие, на другое ты смотришь, ну, на другие вещи. Совсем другой уровень получится. Совсем другой уровень, да, 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 и это круто вообще, ты, получается, совмещаешь, и одно обучение вытекает из другого, и оно взаимосвязано, и помогает очень хорошо в работе, потому что, ну, на регрессолога я отучилась. Я не знала, наверное, может быть, только десятую часть от того, что должна была знать. А твое обучение, оно вот 90%, наверное, добавило. При этом это так клево теперь вместе все в работе. Сочетается. Да, сочетается. Вообще шикарно. Да, безусловно. И поэтому я и говорила, и буду, наверное, еще не раз повторять, что вот это обучение базовое, да, все, кто идет в эзотерику, кто серьезно планирует не так, как бы фигли-мигли, да, побаловаться, кто серьезно планирует посвятить свою жизнь эзотерике, безусловно, это очень важная ступень. Это основа, без которой, грубо говоря, когда ты на стул стоешь, да, и у него есть все ножки, тогда ты стоишь нормально. А когда одной там двух-трех ножек нету, и ты кое-как стоишь, кое-как шатаешься, тогда, безусловно, будут разного рода проблемы и косяки вылазить. А зная то, что я даю, практически на 98% человек застрахован от разного рода, скажем так, неприятностей, которые могут подстерегать на пути. Да, скажи мне, пожалуйста, по поводу обучения самого, как оно построено, как уроки построены, все ли ты закрыла в основном, да, что хотела бы знать? Да, базовый курс вообще настолько построен. Сначала начинается обучение со строения тела, чакр, полей. Я вообще впервые узнала, что поля наши, которые вокруг нас, они связаны с чакрами напрямую. Я вообще это не знала нигде даже. этой информации, отдельная информация о чакрах была и отдельная информация была о наших полях. Но вообще я даже в голове мне не укладывалось, что они, оказывается, зависят, что напрямую каждое поле идет подключено к каждой чакре. Строение вообще вот описано. Вот этот курс вообще настолько уникален. Можно просто для себя его пройти и понять внутри, для поправки своего здоровья, убрать какие-то блоки. Он вообще идет поднять свое эмоциональное состояние, разобраться в своем роду. И вот он настолько объемный, он, во-первых, очень большое. Вот для этого базового курса, там очень больше 50, по-моему, уроков. И там такое количество информации и такое количество уроков. Я за этот год очень много прошла. Ну, не прошла, а просто листала, заходила, сайты обучающие, какие-то школы я смотрела, мне интересно было. Ни в одном курсе, ни в одной обучающей программе нет такого количества уроков, как в нашем, ну, вот в моем уроке. Он вообще очень, ну, настолько расширен, что ты узнаешь о себе, ну, вот от и до связь там с предками восстанавливается. Ты начинаешь с родителями по-другому общаться. Ты смотришь на отношения детско-родительские с другой стороны по-другому. Очень много выгружается обиды, страхи уходят. Ты начинаешь чувствовать тонкий мир. Ты разбираешься, ну, помогаешь семье своей, очищаешь семью, не только себя. Начинаешь ты с себя, а заканчиваешь полностью родом, семьей. Вот у меня многие девочки спрашивают. То есть пойду я в целительство, да? А это не отразится на моем, как бы, одиночестве, на том, что я уйду из семьи, на том, что там всякого рода мне придется, там, принимать людей и быть одинокой. Как ты считаешь, после прохождения курса, на что он направлен? Направлен ли он на сохранение семьи? Да, да, на сохранение, да. Потому что ты начинаешь понимать, что в нашей жизни все не случайно. И дети приходят в нашу семью не случайно. И ты встречаешь в жизни человека, который тебе, ну, по судьбе тебе идет, тоже не случайно. И ты стараешься, благодаря этому курсу, нормализует соотношение в семье. Ты совсем по-другому смотришь на своего любимого человека, на своих детей. Ты воспринимаешь их по-другому. Ты понимаешь, ага, да, что у них там, у них-то было. И как, почему ты начинаешь анализировать и начинаешь просить проявить, да, что в них там, в ихнем поле находится. И ты понимаешь, что ты, как мама, ну, с детьми ты работаешь, с мужем ты работаешь, ты это все убираешь и чистишь. Отношения вообще меняются. Вот буквально там за три-четыре последние месяца отношения вообще очень сильно в семье поменялось. Как-то стали все друг к другу очень бережно относиться. Прям благодаря, Олечка, твоему курсу вообще, да. Потому что, ну, стали разбираться, почему так дети себя ведут. Ну, на самом деле, запросы делали и показывала, и убирали, помогали. И все. При этом ребенок неосознанно, он ведет себя, он не понимает, ну, почему это со мной происходит, и почему я так веду. А когда убираешь, смотришь, уже там прошло три дня, ага, дети спокойные, тихие стали. Не считая того, что ты в тысячный раз понимаешь, что, да, это работает, это клево, и семья сохраняется, укрепляется, восстанавливается, и связи становятся более бережные, отношения становятся друг к другу. Ну, и не считая того, что мы все-таки стараемся, да, выгрузить все вот эти установки наших родителей, предков, да, что целительство – это там только когда ты уходишь из семьи, да, болячки – это прием их на себя, и потом перерабатывание. Мы всячески убираем вот это все, чтобы оно нам не вредило, а чтобы наши способности были нам во благо и в радость. Да, да, согласна. Расскажи мне еще, пожалуйста, относительно групповой работы. Какое у тебя впечатление сложилось, понравилось ли оно тебе? Да, групповой вообще. У нас получилась команда, ну, сплотились ребята, все классно было, потому что где-то, наверное, прошел месяц, и мы завели отдельный чат, в котором болталка, и да, там очень многие рассказали о себе, там, ну, о семье, о детях, и потом уже, наверное, месяца полтора прошло, как мы уже начали, как прошло обучение, и пошла практика, да, и мы, там, кто-то выставил фотку мужа, кто-то выставил фотку ребенка, но вообще круто, ну, мне кажется... В итоге все близкие друг к другу стали. Да, да, настолько близкие, что ты, там, с мамой, с папой не можешь поделиться, там, с родными и реально не делиться, потому что многие, если узнают, около виска твоего покрутят, скажут ненормально, а тут с ребятами ты общаешься, и вы на одной волне, и ребята всегда помогут, и мне очень понравилось, что у нас все перешли в чат, ну, с общей группой, мы все общаемся, у всех разные взгляды, у всех видение свое, и так прикольно, что, там, раз скинул фотку, посмотрите, и, там, человек пять откликнулся, и, получается, один с одной стороны посмотрел, другой с другой, третий с третьей, а в картинках складывается общая большая, большая, да, и ты понимаешь, в чем проблема, но это круто, да, и вообще мы общаемся на разные темы в чате и разные вопросы, я вообще благодарна, что ребята такие отзывчивые, все классные, веселые, ну, мимо не пройдут, всегда помогают, откликают. Скажи мне, на общих занятиях, когда мы смотрели людей, когда делали общие практики, укрепляло ли это веру в себя, когда, вот, мы смотрели кого-то, и, допустим, все видели одно и то же, как это было для тебя, вот этот процесс именно общей работы? Да, ну, вообще, самые первые онлайны наши были самые крутые, когда, там, вау, я так могу, глаза круглые, там, на другом проводе, я так могу, вообще клево, да, а потом очень понравилось, когда вместе, ну, одни бы, там, по три человека, по два, на тот момент мы бы не справились, а так как нас 13 было, и сила намерения у 13 больше, чем у трех, и вообще так клево получалось, и вообще эффект от вот этих вот всех наших мероприятий, потом медитаций, вообще клевый был, мне очень понравилось, да. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, сейчас, как это, как вот это обучение повлияло на твою нынешнюю жизнь? Сейчас уже прошло больше месяца после того, как ты закончила, что ты чувствуешь в тебе поменялось? Ой, во мне поменялось, во-первых, до обучения я не могла людям рассказывать, вот у меня прям, как, ну, только начинаю говорить, у меня прям замочек на губах вешается, блок, да, я не могу ни рот открыть, язык не имеет, вообще ничего не могу сказать, сейчас я разговариваю, рассказываю людям, что я могу то-то, то-то, могу помочь, могу подсказать, могу, кстати, приглашаю на обучение, рекламирую обучение, потому что то, что человек на этом обучении сделает сам для себя, никто такого не сделает, даже не, ну, наверное, не за какие деньги, так, как на обучении ты прокачиваешь себя и свою семью, можно кучу денег отдать, и, ну, не будет толку, лучше тебя самого, ну, никто не знает, ну, тебе уберу, да, а что внутри у тебя, только вытянуть, вытянуть сможешь только ты сам, все блоки, страхи, только ты, ну, можно говорить одно, а на самом деле в голове внутри сидит другое, согласна, да, и стало по-другому, объяснять, рассказывать, для чего, почему, получается, в жизни такие ситуации, для чего приходят к нам люди, для, там, что-то осознать, и многие девчонки, да, они даже стали замечать, Лен, ты вообще за год очень сильно изменилась, ты стала совсем другая, ты поменялась, ты стала, ну, как-то, многие говорят, что вообще глаза гореть стали, вот по-другому какая-то, ну, вот многие говорят, Лена, что ты сделала, что ты там с лицом сделала, ты куда к косметологу ходишь, что у тебя, я говорю, да я вообще счастлива, я счастлива, что попала на это обучение, потому что там не только ты прокачиваешь свои навыки, ты чистишь организм, прочищаешь органы, работаешь на омоложение организма, ну, вообще, курс очень шикарный, да, аналогов в России точно, вообще, я не знаю, как за границей, но в России аналогов этому курсу вообще я не встречала еще. Да, я согласна. То, что даешь ты, Оля, это вот прям 100%, от и до, ну, как в алфавите, от А до Я, остальные, ну, та же регрессология, ну, 10% от 100%, вот, это чисто мое мнение. И я очень рада, вообще, благодарна высшим силам, что ты повстречалась на моем жизненном пути. Спасибо. Спасибо, тем более ты, да, теперь в дальнейшем планируешь даже куратором быть у нас, правда? Вот, тебе это понравилось? Да, 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 и, ну, собираюсь, планирую продолжать обучение, потому что, ну, это мое, я понимаю, что, вот, я нашла себя, я этот путь искала, и с 33 лет искала, вот, ну, 6-7 лет, да, я шла к этому, к тому, к чему сейчас я пришла, да. И я стараюсь, девочек, у меня есть очень много знакомых, 33, 35, и я стараюсь, ну, я понимаю, что у каждого свое, и у каждого свой путь, и к этому каждый придет в определенном возрасте, но я стараюсь подсказывать, чтобы не было такого, вот, как я, 6-7 лет, ну, просто упустила, да, я ходила, искала, по углам смотрела, чего-то боялась, ну, да, очень сильный страх у меня был, ну, а что скажут люди, а что про меня скажут родственники, ну, а сейчас я даже вот родителям, где-то месяц назад или полтора мы ездили в гости к родителям, я родителям рассказала, не боясь о том, что я знаю, что я умею, что вот я такая у них особенная, конечно, первое время мне не верили, а потом я говорю, ну, давайте я там покажу, потому что у меня руки, я, у меня по маминой линии передалось целительство от, с пятого поколения, от прапрабабушки, и я маме, папе, ну, конечно, если бы вы знали, какие у них были глаза, они были в шоке, потому что жили, и был ребенок один, да, тут к 40 годам раз, и дочка совсем другая стала, да, еще и целитель, и, конечно, глаза были вообще, мне кажется, они до сих пор мне, до сих пор в это поверить не могут. Это нормально, моя мама даже не понимает вообще, чем я занимаюсь, у нее большие глаза, когда я включаю уроки, объясняю, что я преподаватель, она вот так вот на меня смотрит, как, это вообще, возможно, это ты? Я говорю, да. Ну, то есть, да, у них своя картина. Да, у них свои, вот особенно мы, дети 38, 37, 40 лет, и старшие дети, которые жили и воспитывались в СССР, да, очень, ну, вот начинали мы, да, мой муж, я, ну, столько блоков, очень много, много всего такого, которое в нас, страха, с детства, очень много программ навязано, туда не ходи, не высовывайся, не лезь, жить богато, это грех, там, ну, вообще, у меня у бабушки до сих пор самая, самая ее любимая пословица, не жили богато и нефиг начинать. У меня у мамы деньги, как вода, я говорю, ну, правильно, вот они так и ведут себя, да? Да, 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 и вот я сейчас, даже пройдя обучение, я стала анализировать, и действительно, да, у наших родителей очень много блоков, программ, там, я стала маме говорить, у меня мама тоже, позвонишь ей, спрашиваешь, как дела? Денег нет, я говорю, мам, ну, где-то год я, наверное, с ней боролась, потом я поняла, что это с ее головой общение. Как не вытащить? Я ей говорю, хорошо, ладно, ты, когда мне звонишь, не говори, что у тебя денег нет. Говори, что есть. Да, да, говори, что есть, и все хорошо. Да. Ну, потому что их вот реально уже, наверное, им за 60 с папой, их реально перестроить тяжело, да, пытаюсь, пытаюсь объяснять, рассказывать, помогать, ну, очень тяжело, да. Да, это сложно, это очень сложный внутренний процесс, и, безусловно, человек должен сам хотеть, да, то есть в таком случае, вот, наверное, проще всего понять, да, что есть люди, которым мы, возможно, даже не сможем помочь просто потому, что они сами не захотят. Да, да, да. У них установки. Мама мне говорит, я лучше в церковь схожу, свечку поставлю, я говорю, хорошо. Если тебе так будет легче, да? Да, да. Все, в принципе, мне понятно, я очень рада, что ты обучалась у меня, я очень рада, что познакомилась с тобой, да, вообще, вот, высшие силы привели нас друг к другу, и, безусловно, мы теперь уже знаем, что и души родные, да, и не просто так это все было. Да, да. Хотя бы на большую часть, да, на 100, в 100 раз лучше, потому что вас будет 100, да, или в 200 раз лучше, чем я могла бы одна. Поэтому, да, безусловно, это, наверное, сейчас основная моя миссия, не просто помочь одному конкретному человеку, а научить вас, как это сделать. И я полностью, как бы, полностью уверена в каждом из вас, потому что вложила, можно сказать, часть себя, да, да. И причем не так просто, да, да, попользоваться, а реально вложила душу. И, да, и поэтому в каждом из вас я вот просто уверена, что любой из вас, даже просто прошедший этот курс, сможет помочь близким, сможет помочь тебе, просто поверив в себя. Ну, я думаю, что все, кто пройдет этот курс, уже будут верить в себя, потому что будут знать, что они, по сути, сами творцы, да, сами творцы своей жизни, своей реальности. И надо брать судьбу в свои руки и учиться управлять ей, а не просто свесить лапки и ждать, куда тебя прибьет река жизни в очередной момент. Согласна, да. А еще хочу сказать, что обучение, вот у меня за этот год два обучения на регрессолога и, вот, Олечка, твой курс «Ясное знание и ясновидение» отличаются очень сильно. Мне очень понравилось то, что группы здесь очень маленькие, там, 13, 15, 17 человек, и на онлайнах ты охватываешь всех и помогаешь всем. Раз в неделю проходили у нас онлайны два с половиной, два часа, когда три, и ты охватывала всех. Вот, раз в неделю каждый мог прийти и пожаловаться, ну, рассказать о своей проблеме, что случилось, что за неделю произошло. И, может быть, то, что мы не видели, ты видела всегда и всегда помогала. Да, вот очень я благодарна и хочу сказать, что маленький, когда маленький набор, ну, мало в группе человек обучающихся, это круто. Это настолько сближает, потому что, вот, обучение регрессологии прошло, у нас было 88 человек. Ну, знаешь, вот только с тобой я общаюсь, вот, единственное, с кем я общаюсь. А наша группа, вот мы как 13 учились, мы так 13 и общаемся, это клево. Это вот настолько сплоченная команда, я думаю, что мы так и будем по жизни друг другу помогать и всегда будем плечо к плечу. Да, я очень рада, что я с тобой иду дальше, я нашла свой путь, я благодарна высшим силам Творцу. Тебе благодарна, Олечка, что ты встретилась, да. И вообще, я очень рада и девочкам, с которыми сейчас очень близко общаюсь. Так что, я думаю, что в дальнейшем мы не команда, а семья. Я думаю, мы давно уже семья, просто так, забыли ненадолго. Ну да, да. Судя, да, копанием в роду, я думаю, что да. В роду, в прошлых жизнях, да, когда мы там всех подряд вместе спасали. Да, я тоже тебе безумно рада, я счастлива, что ты рядом, очень рада, что такие люди приходят и на самом деле хочется, да, подарить часть тебя, хочется дать по максимуму знания, потому что я стараюсь, конечно же, безусловно, я смотрю, когда группа отзывается, я стараюсь дать еще больше и еще больше, потому что, безусловно, информация идет только когда вы готовы и когда вы хотите, да. Когда люди сидят с открытым ртом, слушают и смотрят, это, безусловно, такая отдача, благодарность, это такой энергетический подъем, это просто не передать словами. И, безусловно, я счастлива, да, что я вижу вот отражение себя в вас, ваши изменения, я просто счастлива, что я могу таким образом влиять на землю, на людей, которые живут на ней, да, изменять хотя бы нескольким людям, пускай там, я говорю, ста людям, но я буду уверена, что я помогу вам и сделаю вашу жизнь лучше. Поэтому очень рада, что вы со мной. Спасибо вам за что-то. Да, благодарю. Благодарю, люблю и желаю твоей школе. Спасибо. Я думаю, что ты и внесешь в это свой неоценимый вклад. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok